Вот здесь. Здесь мы можем посмотреть, как сформировалась форма лица. В общем-то, здесь всё легко и просто и радостно. Спасибо Гамину за дополнительные... Кстати, вот надо отметить, что здесь не весь лоб мы можем рассматривать как именно участие Гамина. Потому что на самом деле на более молодых фотографиях, да, то есть там лоб более компактный. То есть изначально можно говорить о том, что именно натурал заложил основу формы лица. Единственное, подбородок стал намного изящнее, намного легче. Ну и, соответственно, с возрастом лоб углубился, скажем так. То есть форму лица вот у нас... Таким образом её можно разложить. Если посмотреть на более ранних фотографиях, там в целом гораздо более сбалансировано. И, так сказать, лбу отдаётся... Давайте мы сделаем это, чтобы нам... Сейчас покажу, о чём речь. Да, но всё-таки лоб немножечко объёмнее, чем у чистого натурал. То есть дополнительный небольшой акцент есть, но без, в буквальной степени, гаминного лба, который бы, ну, явно бы выделялся бы на этом фоне. Вот так вот мы поступим. Вот здесь хорошо видно, хорошо видно основу, да, натуральную, но всё-таки определённый баланс. То есть, если у натурала в нижнюю часть уходит на центр тяжести, да, здесь, благодаря гамину, немного этот баланс восстановлен. Ну, вообще, тут даже можно не углубляться в лоб. Почему? Он здесь может быть любым. Он может быть низким, он может быть средним, он может быть высоким. То есть, то, какой на самом деле, как вот его точно назвать, никак не изменит ситуацию с типажом. Если мы будем сравнивать с натуралом, то лоб чуть крупнее относительно натурала. Если будем сравнивать с гаминными пропорциями лица, то лоб меньше. Да, то есть, относительно двух этих типажей, это вот некий поиск равновесия. Гамин дал очень многое в самих пропорциях, в самом росте. То есть, мы от гамина получили, в том числе, и дал, так сказать, небольшую тенденцию влияния на полноту, тоже дал. Потому что, все равно, дополнительно, вот это вот легкое округление, оно есть. Но натуральная полнота, конечно, гораздо более заметна.